Обстановка за минувшие сутки у нас не изменилась, остается очень напряженной. Обстрелы с позиции вооруженных сил Украины у нас не прекращаются. Вы слышите о том, что идет на данный момент увеличение огневого воздействия, в частности, не только по передовым, но и по населенным пунктам. За прошедшие сутки в нами зафиксировано 1617 раз нарушение режима прекращения огня. Из-за этого количества тяжелая артиллерия применялась 374 раза, реактивные системы залпового огня 40 раз, минометы различных каблеров 429 раз, БМП 53 раза, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие 721 раз. Обстрелом вооруженных сил Украины подверглись населенные пункты, находящиеся в доле линии боевого соприкосновения, в частности, Донецк, Макеевка, Исиноватая, Красный партизан, Азаряновка, Доломитная, Михайловка, Зайцево, Железная балка, Крутая балка, Исиноватая, Спартак, Яковлевка, Александровка, Старомихайловка, Сигнальная, Докучаевск, Петровская, Новоласпа, Октябрь, Белая каменка, Саханка, Ленинская, Каментерного. По всем населенным пунктам противник вел массивный огонь из всех видов, запрещенный Минскими, соглашение вооружения. Зафиксировано попадание в 38 домов и построек. Наибольшее разрушение получили город Макеевка, 17 домов и домостроений. В Киевском районе города Донецка было три, пока ехал, уже есть четвертый дом. Исиноватая, попадание в технические цеха железнодорожного депо и железнодорожной станции. В селе Сзержинско-Новозовского района разрушен дом. От огня украинской артиллерии получили осколочное ранение 9 человек. Из них пятеро в Донецке, двое в Макеевке, двое в поселке Коминтерного. Информация по разрушениям и пострадавшим на данный момент уточняется. Потери армии Донецкой народной республики составили один убит, один раненый. Украинские силовики продолжают концентрировать свои силы в районе населенного пута Авдеевка для ведения наступательных действий. Выявлено усиление 72-й бригады, батальонно-тактической группы 25-й бригады, карателями ДУП «Правый сектор», националистами «Азова» и «Днепр-1». Общее количество сил и средств противника на данном участке составляется до 10 рот, пехоты, до 15 танков, до 20 БМП и 16 минометов. При этом отмечается передислокация тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня противника ближе к линии боевого соприкосновения, что отмечается международными наблюдателями. В нашей разведке зафиксированы факты применения тяжелых вооружений украинских преступников с территорий детских садов, школ и района Авдеевско-Коксохимического завода. Каратели продолжают использовать мирных жителей в качестве живого щита, что подтверждает сами гражданские дачных поселков, которых вывозят под видом эвакуации, простреленные районы и там оставляют. Вчера жители города Авдеевки распространили фото и видео, сделанные днем, на котором рядом с танками вооруженной силы Украины в жилом секторе по улице Молодежная, 20, наблюдатели миссии ОБСЕ мило беседуют с украинскими боевиками. В то время, когда заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хук пытается добиться прекращения огня сторон, его подчиненные на территории подконтрольной вооруженной силы Украины покровительствуют нацистам, наносящим из Авдеевки артиллерийские танковые удары по жилым домам городов Донецк, Макеевка и Синоватая. У нас формируется впечатление, что отдельные представители ОБСЕ способствуют обострению ситуации, информируя карательные силы противника, когда им наносить удары, чтобы поразить объекты жизнеобеспечения Донбасса, и когда обстреливают ремонтные бригады, которые пытаются устранить аварии по обеспечению крупных городов региона электро-, газо- и водоснабжения. В связи с выявленными вопиющими фактами нарушения мандата миссии просим руководства миссии ОБСЕ во главе с Себастьяном Курцем провести тщательное разбирательство и заставить своих подчиненных объективно освещать обстановку на Донбассе, исключив факты сокрытия военных преступлений украинской власти против мирного населения. По поводу сегодня двоих раненых. Вы, наверное, уже знаете, это в Макеевке на шахте, в Щегловске, глубокое. В результате прилета снаряда пострадал шахтер. И когда я сюда ехал, это обстрел Киевского района, улица Светлого, 15А. Попадание в дом, там мужчина тоже пострадал.